Длина в пол, миди или мини, воланы или плиссе, что-то цветное или однотонное, и в конце концов платье или костюм. Выбор одежды для девушки дело непростое и немного магическое, что уж говорить про выпускной. Впрочем, каким бы ни был наряд, первое, что настоятельно рекомендует стилист, не пытаться сделать из молодой девушки взрослую женщину. Выбирают какое-нибудь вызывающее платье, очень сильно по фигуре, возможно, прическа, в ней очень много лака, она немного неестественная, такая сценическая. Все-таки выпускной – это такое, как прощание со школой, и впереди в жизни еще будет много поводов выглядеть более, скажем так, вызывающе или более представительно взросло. Но на выпускной может быть оставить какую-то долю романтизма, немного, чуть-чуть такой детской наивности. Среди беспроигрышных вариантов – платье нежных и жизнерадостных цветов. Например, как это розовое платье современной принцессы с бесподобной плессированной юбкой. Или вот такое желтое с актуальными в этом сезоне кружевными вставками. Принт тоже вполне уместен, главное – не перестараться с контрастностью. Но и самое главное – выпускной длится один вечер, а платье однозначно захочется поносить и в другое время. Так что смело выбирайте модели, которые позволят это сделать. Меняем туфли на кеды, а диадему в волосах на стильную соломенную шляпу. И вот уже готов идеальный наряд для городской жизни. Впрочем, наряд на выпускной может полностью отличаться от ваших привычных представлений о нем. Допустим, вот такое кружевное платье, бомбер в стиле милитари и поясная сумка могут стать прекрасной альтернативой. Не стоит забывать и про модные тренды. Так, пиджак в мужском стиле, надетый на струящееся платье, плюс модные туфли металлик – это и стильно, и комфортно, и красиво. Красный костюм тоже отлично впишется в формат в паре с босоножками на высоком устойчивом каблуке. Голубое шелковое платье со светлыми аксессуарами вообще вне конкуренции – романтичное и нежное. Или вот, например, тоже хороший вариант – это комбинезон. Выглядит в меру празднично, достойно для выпускного. Также здесь открытая спина, то есть все равно это нарядный образ. Наряд на выпускной в среднем может обойтись в сотню евро. Впрочем, для его поисков не обязательно посещать только дорогие бренды. В масс-маркете тоже достаточно подходящих вариантов. Просто на вешалке они могут смотреться не слишком презентабельно. Поэтому иногда стоит лишний раз отправиться в примерочную. Правда, в случае с масс-маркетом возрастает вероятность встретить кого-то в похожем платье. Но специалисты уверяют – это не проблема. Я не вижу в этом ничего смертельного, потому что внешность-то разная. Какая разница, какое платье, все равно блондинка, брюнет, котон кожи, высота, рост – это все всегда по-разному смотрится. И можно всегда обыграть, конечно же, аксессуарами. Например, также в этом сезоне очень актуальны аксессуары для волос. То есть даже такой маленький, казалось бы, момент может кардинально изменить образ. Яркий, яркая заколка, ободок, что-нибудь такое. Опять же, верхний слой, какой мы добавляем. Это может быть жилет, пиджак, просто накидка, но не болеро. Болеро давайте оставим в прошлом. А вот эти варианты однозначно лучше оставить на вешалке. Платье с мелким узором сразу добавить лишние 10 лет. А такое больше подойдет в качестве повседневного для учительницы, а не выпускницы. Ну и последний совет – психологический. Пусть последнее слово в выборе платья на собственный праздник останется все-таки за самой выпускницей, а не за родителями. Это доставит ей удовольствие и запомнится. Останется лишь прихватить хорошее настроение и легкую походку. Наталья Карасева и Юрий Жильцов. Специально для Кофе Плюс.